Вот ты и нашел. Вот ты и попал. У вас нет такого. Да, у вас нет такого. Нет. У меня нет. Я не знаю, но я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует... 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 Отмене возвращения этой штуки это к определению суммного лейтинга Вот я оформулировал результат, который составил в следующем Комнат ожидания, скажем, произведения спина Оно в первом порядке, корень из двух пополам, а в следующем порядке возникает что-то конформное инвариатное У меня есть такой план Вот я сейчас буду более подробно разбираться с тем, как устроена эта сингулярность И вот число корень из двух пополам, оно появится само собой По дороге, ну хотя бы это будет видно Уже ничего А поскольку это не мои результаты, то я... да Могу мне плодать Вот, хотя бы корень из двух пополам Вот Хорошо Давайте чуть-чуть поговорим про дискерплю Гломорфность и изгломорфность Вот тут И однажды... да, с этого момента решетка поворачивается Что решетка поворачивается на 45 градусов Можно повернуть голову Так относительно безболезненно Но... ну, потому что не очень далеко Но на самом деле, кроме поворота головы, есть еще одна особенность 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 связана со следующим обстоятельством Вот на границе Я хочу, чтобы у меня оставались условия Такого сорта Что аргумент фиксирован вот так вот Если я поворачиваю картинку В частности, поворачиваю источник Да, то число вращения Вращение аргумента вдоль такого пути Перестает быть равно 0 А я хочу, чтобы когда ребра вытарчивало направо У меня был бы в той части 0 Поэтому вот здесь вот я допишу еще один комплексный множитель Который я допишу Просто для того, чтобы сохранить Страничные условия Вот как они есть Чтобы было проще быть И комплексный множитель, который это компенсирует По-видеому, е в степени минус И пи на 8 Или плюс Мы повернули направо Это не плуда Надо было налево Значит, эта штука Минус сократился Да, здесь тоже минус Ну, неважно В общем, это множители, которые Которые приспособлены к различным условиям Хорошо Значит, теперь Вот эти вот значения Да, в них тоже тут появилось Здесь я в степени минус и пи на 8 Здесь и здесь Я это дописывать не буду Потому что оно там не стоит Потому что оно там не стоит Значит так На одной паре Вот Ну, для них Напоминание Для тех остальных Просто некое утверждение А Юру я не понял Зимой Значит, теперь Некое расширение понятия Расширение того, где задано Вот это наблюдаемое Значит, пока Я, кажется, сказал Что z должно быть серединой ребра В прошлый раз я, наверное, говорил Что z это серединой ребра Сейчас я начну рисовать более страшную картинку А именно Ну, вот да Мне нужно разбираться с этими понятиями Никуда не уйти от этого Как я не стараюсь Иначе уж совсем рука махать И не получается Значит, страшная картинка состоит в следующем Я рисую еще декорацию решетки Вот такую вот А именно Около каждой вершины Я рисую еще такой Крест Или там Уха повернутая Значит, и теперь Я хочу определить функцию Не только На серединой ребре Можно к этому относиться Что это просто То есть Можно уйти от этого языка Но он Можно не использовать этот язык Но он проще То есть На нем как-то проще все формулировать Значит, я хочу определять функцию Не только в серединой ребре Но еще вот в этих точках По-английски мы пишем Google В смысле Corner Ну и Ну давайте я по-русски тоже Буду говорить Хотя Мне это меньше нравится В общем, вот такие вот точки И наблюдаем Я в них определяю точно так же То есть Вот Если у меня здесь Например, хочу ее определить здесь То я суммирую по множеству таких же картинок С интерфейсом Стать, в общем, из источника И заканчивающегося Ну, с одной кривой Стать, в общем, из заканчивающейся В этой точке И напомнить Все точно такой же определить Единственное, что мне нужно Еще чуть-чуть подправить Но пока Об этом можно не задумываться Еще одна подправка состоит в том, что Я буду немножко по разному нормировать функцию На серединах ребер и в углах Значит, а именно на серединах ребер я буду добавлять Еще один фиксированный множитель Как-то там Откуда-то возникающий Это множитель Осинус π на 8 Сейчас будет видно, откуда он возникает Вот здесь вот будем дополнительные множители Осинус π на 8 То есть единица на осинус π на 8 Потому что, значит, философски это все Можно и жить, но вот так удобнее формулировать То есть Теперь есть Собственно Зачем я все это делаю Зачем я нарисовал декорацию Зачем Я тут что-то говорил про косинус π на 8 Есть очень простые соотношения Линейные соотношения Которые удовлетворяет такая функция Это то, к чему мы стремимся До того, как я их симулирую, такое простое замечание У нас Все вот эти вот усы Они поделены на 4 кропы Те, которые торчат направо Те, которые торчат налево Вверх или вниз Вот, скажем, в тех, которые торчат направо Они будут повсюду Наверное, как и все остальные Моя наблюдаемая по определению чисто вещественная Ну, почему? Потому что У меня Ну, вот скажем Да Лучше Ну, вот давайте посмотрим на правую картину Значит, у меня Приращение аргумента Вдоль Любого такого пути Идущего в эту точку Оно фиксировано за точностью до 2 Ну, и если бы у меня источник был точно направлен Оно было бы 0 по модулю 2п Я тут подправил Вот этим вот множителем Так что я могу считать, что источник локального точного направо Поэтому он чисто вещественно измечен Вот То есть на самом деле Есть некая классификация Что вот здесь вот значение чисто вещественность Здесь значение Не классификация, я не знаю как сказать Здесь значение чисто вещественное Ну, а Наверху Вот здесь вот значение ЕС 1-1-1-4 Здесь значение ЕС 3-5-5 Вот есть такое разбитие на типы. В каждой типе фиксированная группа. Теперь, собственно, главное соотношение, из которого вытекают все остальные, главное локальное соотношение. Оно такое, что если есть пара точек, одна из которых это середина ремра, а другая это угол, таких пар точек может быть 8 разных типов. Соотношение есть для каждой из них, и вот я его напишу для такой, на все остальные оно естественным образом транслируется. То тогда значение, наблюдаемое в той же х, я не пишу сейчас индексы, потому что это работает во всех постановках. Неважно, точек может быть на границе, внутри, могут быть ветвления, в принципе. Это просто вещественная часть значение f здесь. То есть это самое простое соотношение, которое вы можете придумать на одно комплексное число и одно вещество. Вот здесь вот написано, а вы что, потому что приращение аргумента не фиксируем, оно фиксируем с точностью dπ, потому что можно z прийти с двух разных сторон. И за счет вот этой половинки все теряется, то есть у вас там слагаемые совсем разные бывают. Вот. Поэтому аргумент этого числа вы сказать ничего не можете, но это будет с самой простой соотношение. соответственно, как она транслируется на другие постановки, на другие пары. Но вот здесь вот, для этой пары, вот эта штука была бы чисто мнимой компонентой и вот этого значения. И умножить на мнимую часть. Я тут при очередном редактировании статьи обнаружил, что дорожение мнимой части, оно какое-то плохое. Потому что мнимая часть, она должна быть чисто мнимая. А она почему-то чисто вещественная. Она нас учет. Вот. Это создаёт путаницу. В общем, мне про эту штуку хочется говорить, что это мнимая часть вот этого значения, хотя это не то. Это мнимая компонента. Так, хорошо. Доказательства. Ну, доказывать я буду вот в этой вот ситуации, потому что она самая простая, а всё остальное получается точно так. Откуда вообще такое соотношение может взяться с точки зрения комбинаторики? Откуда он может взяться с точки зрения физики? Это сложный долгий разговор, который я не вполне понимаю. С точки зрения комбинаторики у него может быть более-менее одна причина, потому что, ну как, вот эта вот вещь это сумма по какому-то набору каких-то скромных величин. Это сумма по какому-то другому набору каких-то цифровых величин. Есть более-менее один сценарий, когда у такого соотношения есть простой доказательств. Когда между двумя множествами суммирования есть биекции, просто все соответствует трубку. Ну и это в точности то, что происходит до того, как я начну говорить. Вот я не помню, может быть уже формулировал замечания, может быть и нет. Зимой я точно это говорил. Вот в этом определении, вообще говоря, есть некая сложность, потому что каждую конкретную конфигурацию можно несколькими способами разбить на путь и набор петель. Вот утверждается, что вот этот множитель не зависит от конкретного выбора разменения. Это некое полезное замечание, то есть, ну на самом деле, если бы его не было, то у нас просто были бы большие проблемы. Доказательство его, ну это просто лёгкое упражнение проверить, что это так. Оно состоит из двух частей, ну говоря, если была кривая из A в Z и какая-то петля, которая её касалась, и мы вместо того, чтобы разбивать так, решили разбить так, то число вращение вовсе не поменялось. Либо другой вариант, что у нас этот путь касался сам себя, и мы разбили вот эту вот, вот эту вот точку вот таким образом. Да, мы могли её разбить по-другому. При вращении аргумента меняется, но меняется на 4P. То есть, вот здесь вот они отличаются на 4P. Что означает, что на самом деле вот эта вот штука фиксирована по модулю 4P, ну и когда вы делите её на 2, она фиксирована по модулю 2P. Это замечательно. Ну, а всё остальное, это просто комбинация локальных перестроек. То есть, любые два возможных разменения можно перегнать на трогу локальных перестроек. Хорошо. Значит, из этого, в частности, следует, что я разменения всегда могу рисовать так, как мне нравится. На локальных перестроек. Это то, почему я вспомнил, что мне вообще нужны. Лишь бы только не было самопересечений. Да, вот я запретил вот такие вот вещи трактовать как самопересекающийся путь. Лишь бы только не было самопересечений. Хорошо. Значит, теперь, ну что, давайте посмотрим на f от z. В f от z, на самом деле, мне нужно 4 такие фактики. В f от z, на самом деле, есть конфигурации двух типов. Первый тип конфигураций для тех, в которых интерфейс пришёл вот этот слух. Там были ещё петли какие-то, вот там как-то объехлялся, но вот локально он пришёл слева с ним. Ну, тогда парная конфигурация в f от x, и эта конфигурация, где интерфейс привернул в этот угол, вместо того, чтобы идти в z. Вот это парная конфигурация, это в этом едице, о чем я хочу сказать. Давайте поймём, какое у меня, как отличаются соответствующие слагаемые, да, вот у меня сумма, весов. Сумма весов разных картинок. Как они отличаются? Ну, количество рёбер, количество полных рёбер не поменялось. Я забыл сказать, что я считаю только полные рёбра в этом определении. Значит, то, что у меня поменялось, на самом деле, это поменялось, поменялся только вот этот комплексный фактор. Здесь он был, я так думаю, что я в степени не усну, ни на 8. А здесь у меня единичка. Да, а я хочу, чтобы единичка была вещественной частью вот этой штуки. Всё остальное чисто вещественное. Значит, вот эти вот штуки, они чисто вещественные, но это просто какой-то кривец. Я хочу, чтобы единичка была вещественной частью вот этого, но это в точности причина, по которой я вот здесь вот заказал себе дополнительную множесть. Чтобы вот оно без всякого коэффициента, чтобы это равенство выполнялось без всякого коэффициента. Хорошо? А бывают конфигурации другого типа. Конфигурации другого типа это те, в которых интерфейс пришёл с этой стороны. Возможно, он приходил через эту точку, там раньше ещё что-то происходило, неважно. Ну тогда то, что я делаю, чтобы получить конфигурацию с кривой заканчивающейся в x, я просто его продлеваю. Вот так. Ну и относительные веса у меня такие. То есть у меня есть опять общий множитель, который чисто вещественный. Вот здесь вот у меня на одно ребро больше, поэтому у меня есть лишний x. x это вот этот критический x, это вот этот вот корень из 2-1. А здесь мне нужно разобраться с тем, какое было число вращения. Мы так сделали некоторое количество правых поворотов. В общем, если напрячься, то здесь будет негативная ручка. Мы повернули направо на 3-пи на 4. Как же. Если мы с правой резонентально, мы повернули на 3-пи на 4, ну и вот знак поменялся, и плейк добавился. Ну и соответственно, соответственно, что такое вот этот вот параметр? Ну это просто 8-пи на 8 делить на 8-пи на 8. Только при этом значении параметра имеют место вот такие простые соотношения. Разговор, что происходит, для тех, кто интересуется, что происходит при других значениях параметра, можно посмотреть в генуэрские лекции. Соответственно, в том, что будет происходить дальше, вместо головор, вместо аналитичности, гармоничности и всего прочего, будут получаться деформированные уравнения. Ну и просто вот на умные локальных соотношениях видно, что это очень специальная точка. Вот, сейчас не видно, но если вот раскручивать то, что я буду говорить дальше, то это там сразу будет. Вот, и на этом доказательство очень главного, самого главного локального соотношения заканчивается. Еще раз, если отрешиться вот от этой вот штуки, да, то на самом деле мы просто попросили, чтобы эти две строчки были пропорциональны друг другу, чтобы было вообще хоть какое-нибудь линейное соотношение. И это зафиксировано на экстракт. Ну, а эту штуку мы уже добавили, чтобы было проще писать. Так. Окей. Теперь я вынужден углубиться в обсуждение того, что вообще означает такое странное соотношение. Давайте мы проверим, что это все работает во всех других картинках, потому что проверить это на доске все равно невозможно. Либо как поверить, либо мучительно проверить на бомбушке. Так. Определение мне, наверное, уже не нужно. Что означает локальное соотношение? Давайте я напишу так следствие. С локального соотношения. С локального соотношения. Эта картинка мне тут. Значит, вот это вот, вот это вот локальное соотношение, я не могу сказать, оказалось названо S-гломорфность. Где S это на выбор либо сильное, либо строк холморфисити, либо спик холморфисити. Эту терминологию придумывали мы, собственно, со Стасом. У нас было два конкурирующих варианта, как это называть. Поэтому иметь просто букву S, это очень удобно. Вот. Но это, значит, я сейчас буду объяснять, что это более сильное свойство, чем обычная, чем обычная голова. Или более специальная. Поэтому при решетке, может, я не буду с этим углубляться. В общем, это некое, некое, более, ну, некое специальное свойство. Хорошо, что я хочу сказать сейчас. Вот, давайте подумаем про нашу функцию, заданную на горизонтальных усах. Она там, в тех, которые торчат направо, принимает чисто вещественные значения, в тех, которые торчат налево, чисто мнимые. Вот, в таких чисто вещественные, а в таких чисто мнимые. А про все остальное я сейчас собираюсь более-менее забыть о ней. И посмотреть на локальную картинку. Локальная картинка устроена так. Вот, например, на такую. И, ну, если я что-то знаю про дискретизацию комплексного анализа, то, в принципе, вот это вот такая типичная ситуация, когда есть решетка, которая тоже квадратная решетка, вот из черных и белых кружочков. Такая настоящая квадратная решетка. И у меня есть функция, которая чисто вещественная на черных клетках и чисто мнимая на белых клетках. Это такая типичная ситуация, что можно именно в такой ситуации можно думать о значениях на черных клетках как о вещественной части, а аналитическая функция на белых и как о мнимой части. Мы не можем понять это. Ну, и это в точности то, что происходит здесь. Я утверждаю, что если у меня есть 4... Потому что если я вот назову эти штуки А, Б, Ц, Д, то у меня будет соотношение к ширинам. Это то, что для любого квадрата ну, либо вот такого, либо наоборот, в общем-то квадратики бывают двух типов. Для них верно соотношение, что превращение вдоль одной диагонали это И умножить на превращение вдоль одной диагонали. Доказательство, но это скорее просто... Просто чтобы сказать, что здесь нет ничего сложного. Значит, почему здесь нет ничего сложного? Что мы на самом деле знаем вот о такой картинке? Мы знаем, что вот здесь вот тоже что-то написано, и у него вещественная часть это f от А, а у мнимая часть это f от Д. Поэтому вот здесь вот написано в точности f от А плюс f от Д. Вот здесь вот. А здесь вот написано по тем же причинам в точности f от Б плюс f от С. И на эти два числа мы знаем, что есть еще одно уравнение. Это было уравнение, что проекции вот сюда совпадают. То есть на самом деле мы знаем, проекция f от А плюс f от Д на е в степени f от И на 4 она такая же, как проекция f от Б плюс f от С. Ну и упражнение проверишь, что тут знаки действительно такие. Упражнение показать. Хочу сейчас углубляться. Мы знаем, про эти числа мы точно знаем, что вот эта вот вещественная, эта вот мнимая. Поэтому у нас здесь написано одно вещественное уравнение на 4 вещественных числа. И вот это вот одно вещественное уравнение на 4 вещественных числа. Когда я говорю вещественное, я имею в виду чугольский счёт, чтобы вот это вот чисто мнимое количество ступеней свободы, а вот так лучше. Так. Решу. Давайте я даже напишу, нарисую здесь вот стрелочку в обе стороны. Ну потому что если она верна на одну сторону, то и в другую. Это означает следующее. Что на самом деле можно локально, по крайней мере, думать по-другому. Можно думать о совершенно обычном определении для функций, заданных вот на таких чёрных и белых кружочках. А всё остальное восстанавливается, потому что можно, наоборот, по определению положить, если мы знаем функцию здесь, можно по определению положить значение здесь равен сумме, значение здесь равен общей проекции, общей проекции, потому что ранение выполняется, и всё восстановится. То есть вот это свойство безголоморбности на ребрах квадратной решётки, оно просто эквивалентно вот такому стандартному определению на вот таких вот штуках. А я отмалливался, что на самом деле оно сильнее, и понимать это нужно так, что вообще оно работает на там, ну и на других решётках тоже, там треугольные, шестиугольные, на решётки Пенроуза, там на всех из радиальных графов, на самом деле, чтобы это не значило, но там какой-то класс этих штук. И там никакой переформулировки вот через простые соотношения Каширимана на углах вроде как нет. Ничего такого не знаю. Из него, в частности, вот такое упражнение 2, оно более сложное, но я, наверное, не буду им совсем пользоваться, проверить, что вот эти четыре значения тоже удовлетворят управлением Каширимана. А, это очевидно. Сейчас, или не очевидно. Нет, это очевидно, потому что если мы знаем Кашириман вот здесь и Кашириман вот здесь, то можно сложить. Хорошо, ну, не буду кропить. Но там уже неравносимо. То есть вот упражнение 2, это будет стрелочка в одну сторону, но неравносимо. Вот так или иначе, вот у нас появляется функция на шахматной доске, которая удовлетворяет самому стандартному соотношению. И свойство 2, что если ее сузить еще дальше и рассмотреть, скажем, только вещественные значения, то это будет дискретно гармоническая функция. У меня есть. У тебя просто буду черные и белые рисовать. И это у меня будет А. Так, приехали. Так что есть просто соотношение... Ну, дискретной гармоничности в каждой точке, ее значение просто... и сумма значений более 4 сосен. Для тех, кто не был зимой, вот при других значениях икса, вот эта штука... вот эта штука деформируется неким... неким образом, не очень задумчиво, но не сразу понятно, не сразу осознаваемо. А вот это трансформируется очень понятным образом. Здесь просто коэффициент становится фиксированным, но меньше одной четверти. Это совершенно другие функции. Это то, что отвечает случайному облужданию сумме ранее. В частности, ну, если вы думаете про какие-то функции глина для уравнения вот не с одной четвертью, а с другим параметром, то они ведут себя совершенно другого. Они другого типа бывают. Вот. И вот в этом месте уже можно всерьез поверить в то, что вот такое вот значение параметра действительно должно отвечать критическим эффектам. для того, что... ну, потому что просто меняется меняется тип типов дважей коэффициентной функции, если вы хотите. Ну вот. Хорошо. Вот просто такая настоящая дискретная гармоничность. Ну, и это локально, по крайней мере, опять-таки, то же самое, что уравнение Каширимана. Почему? Ну, потому что как оно доказывается? Нам нужно доказать, что сумма вот четырех таких приращений вдоль вот таких вот векторов равна нулю. Вот используя вот это, я могу сказать, что приращение вдоль такого вектора с точностью до умножителя i это приращение вдоль такого вектора. Второе — приращение вдоль такого вектора. у меня получается ноль. То есть это такое прямое следствие Каширимана, но на самом деле и назад. Если я знаю, что сумма четырех приращений равна нулю, то я могу определить функцию на белых клетках, просто фиксируя ее разность, ее значений вот здесь вот. И у меня будет локально согласованное определение, потому что все такие суммы равны нулю. То есть что я сказал словами? Я сказал словами, что на дискретном уровне есть понятие гармонически-сотороженной функции. Вы знаете, что это такое. Каждую дискретно-аналитическую функцию в такой постановке можно думать, что это пара из двух гармонических, одна ее вещественная часть, другая ее мнимая часть. И если вы знаете вещественную часть, то мнимая определена с точностью до кассы. Окей. Ну вот. Отдвигаюсь я к вот этому корену из двух пополам. Хотя бы для начала. Для того, чтобы видеть этот корень из двух пополам, нужно понять, что происходит около источника. Сейчас я буду это делать. Ну вот еще раз, пожалуй, я как-то это нигде не написал на доске, да, но вот тут есть важное замечание, что если бы у нас было другое значение параметра модели, то все равно получилось бы такое уравнение, но с другим коэффициентом. И свойства решений вот такого уравнения георгольца, что ли, если угодно такого дискретного, они труднее. Вот, то есть только откуда упало, я не знаю по значению. Может и хотим хотим какую-то аналитичную спидель. Хорошо. К сожалению, мне, наверное, нужна средняя доска, мне не хватит, правда? для картинки. Может быть, я могу. Сейчас, давайте попробуем. Уже совсем не нужно. Давайте попытаемся чуть-чуть посчитать, что происходит около источника. ... Так. А. Да, слишком рвист. Начал! Ну, everyday. Я хочу сначала выступить с таким утверждением. Вот у меня было двучленное соотношение, соотношение на два значения, которые я стерил. Я его сейчас собираюсь помечать в пункте. Вот у меня прям это соотношение, или может быть желтый угол, на два вот этих вот значения. У меня было соотношение на два вот этих вот значения. А еще там по дороге был вот этот угол, который я пользовался. Значит, вот если бы здесь в источнике не было никакой проблемы, если бы это было одно и то же число, да, то вот из шести вот этих вот желтых соотношений как раз и следовало бы уравнение кошелька. Это то, что я проделал. Вот эти вот два просуммировали бы значения здесь, эти два просуммировали бы значения здесь, и равенство проекции дало бы уравнение кошелька. В точности то, что написано там. Сейчас это не работает, потому что вот эти вот два значения разные. И я хочу понять, какой дефект, да, какой дефект вот в этой вот звездочке. Ну, то есть, что нужно сюда еще написать, чтобы стало правым. И моя цель. Вот у меня есть А. ВСД. Я хочу сказать следующее. придется отмотать чуть-чуть назад. Если отмотать чуть-чуть назад. Вот здесь вот у меня функция f принимала два каких-то значения, и я все отнормировал так, я поделил на z. Я все отнормировал так, что они отличаются в рочности на единичку. Вот здесь вот у меня написано e в степени минус и и на 8 на давайте я это назову z плюс. сейчас это уже перенармировано z плюс, поэтому давайте я ее назову лучше f плюс. Как-нибудь f маленькая плюс. Значение функции в этой точке. Здесь у меня написано минус е в степени минус едино 8 минус. И они сейчас отнормированы так, что f плюс плюс f минус равно 1. Возможно, я еще где-то потерял множитель косинус π на 8, который у меня был, но в общем совсем точно я все равно эти выходки распределиться не смогу. Это нужно сидеть с листочком и написать, да, но я хочу объяснить, откуда берут все эти числа. Поскольку я знаю, что должно получиться в ответе, то я в критический момент все подгоню, чтобы получилось именно то, что нужно. Так, так вот, я хочу сказать следующее, что, ну такое простое утверждение, да, клейк, что на самом деле соотношение, которое есть на вот эти вот 4 числа, наверное, здесь нужно тоже поделить на косинус, и тогда все будет как-нибудь, да, давайте я вот здесь напишу, сделаю в решение, я бы не забыла, что все работает именно так. Что соотношение, которое есть на эти 4 числа, оно такое. Что если я увеличу f от а на единичку, то все будет работать. И это следствие той нормировки, которой я выпал. Ну, грубо говоря, я должен бы, значит, чтобы все работало, у меня здесь должно быть написано вместо минус f минус честно f плюс. То есть я должен прибавить f плюс f. Я должен прибавить 1, тогда они как бы склеятся локально, и все будет работать. Ну, а pi на 8 здесь сокращается, потому что вот эта вещественная часть, в общем, я думаю, что с этим множеством все правильно. Может быть неправильно, но тогда вот там возьмите в каком-нибудь другом месте. Вот. Дальше вот. А я хочу переписывать все это на язык гармонических функций. То есть на самом деле я хотел бы стремиться к функциям, которые просто заданы на черных розчиках. Что это означает в терминах соотношениях? Значит, это было в терминах звездочков, а тут есть соотношение 2 звездочков. Это изменение в звездочке. И это еще не все, потому что та же самая проблема есть в соседнем квадрате слева. Там тоже эти две штуки расходятся. То есть реальная проблема у нас, проблема со звездочкой у нас есть в двум квадратах. Вот. Ну, в другом она решается как-то так же, да? Там можно тоже считать, тоже что-то получится. Изменения в гармоничности они будут какие? Что-то сломается в точке А, потому что вот этот аргумент вокруг там, конечно, перестанет работать. Что-то сломается в точке С. По тем же самым причинам, потому что вот этот квадратик, он все портил. И еще вот в этой точке, которая пока не названа, тоже что-то сломается. Но давайте я пока пойму, что сломается в точке С. Я утверждаю, что в точке С у меня будет такая вот вещь, что Ф от С это... Давайте я натяжу 4 Ф от С. У меня будет сумма по всем соседям плюс 1. Потому что просто вот к этому значению нужно было бы добавить единичку, чтобы соотношение стало правильным. Вот это здесь и сделано. Или по-другому у меня получится колобласья функция Ф в точке С равен в единице. Вот. Это как-то... Сейчас, это как-то странно. Не то, к чему я стремился. Почему не получился равен в единице? Ну, в общем, так или иначе, чтобы... Сейчас я попробую что-нибудь исправить. Я не очень понимаю, почему в точке С что-то портится. В точке С это понятно, почему не портится. В точке С портится, потому что для того, чтобы написать то же с твой гармоничности, вам нужно знать, что было уравнение на 4 квадратских в окна. Значит, около точки С этого уравнения не было. Нужно понадобится. Вот. Значит, я сейчас... Привяжённый или не напривяжённый думаю. Нет, ну пусть один. Пусть один, может так и есть на самом деле. Кто-нибудь знает. Ну пусть один, я не знаю. В доске получился один, может быть, это какой-то новый косинус. Ну вот, может быть, опять запутался на коробках. Значит, теперь я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что то же самое можно проделать для левого квадратика и посмотреть, что получится там, в левом квадратике. И итог будет такой. Я теперь рисую только чёрные клетки. Ну так, по возможности, что вот у меня была клетка. Значит, если посчитать для левого квадратика, то получится следующее. Вот у нас есть точка А. Вот там повыше есть точка С. Вот здесь есть ещё какая-то точка, назовём её. Где пускай? Вот. Значит, мы уже посчитали, что в классе Амф С определится, в классе Амф мне будет тоже чему-то равен. И мне нужно, чтобы он был равен, я поэтому в коленетаристке напишу, чтобы он был равен минус минус 3π на 8. Ну, откуда здесь получается 3π на 8? Вот здесь вот. Вот у нас были такие значения, и мы проецировали их на вещественную прямуху. Вот дефект был, грубо говоря, в двух значениях А, подправлял значение А. Вот здесь вот. Поэтому у меня бралась вещественная часть вот от этой штуки. Это давало единичку. Вот здесь мне нужно подправлять значение в D, чтобы получалось вот такое точка. Когда я буду подправлять значение в D, у меня будет браться мнимая часть от этой штуки, поэтому у меня будет автоматически возникать вот эта вот вещь. Дальше вопрос, с каким знаком, потому что нужно сначала проследить вообще, с каким знаком она там возникает, потом проследить за знаком вот в этом тождестве, да, потому что у меня будет какая-то нестыковка в белой вершине, нужно проследить, какой знак она даст. Все это сделать совершенно невозможно на доске, но вот я в литературе считаю, что это и минус. Вот. Ну, а лоплосян в точке А, если чуть-чуть подумать, то ясно, что он должен наоборот компенсировать эти дни. И меня на самом деле это и сильно интересовать не будет, то есть как бы с суммами лоплосян должен быть рулем, но... Ну, просто потому что вклад дефекта на правом квадратики сюда и сюда он, наверное, тот же, но сразу не знак. Потому что, ну, можно думать, что мы к А прибавляем и тенечку, а можно мы с темой отцем и вычитаем и тенечку. Лососки то же самое. Ну вот, значит, у меня получится вот такая вот функция. Теперь я хочу сказать следующее. Вот это все я теперь саду и буду надеяться, что... Вот, да, это я саду. Вот это не получается. Такой и должен. А международный. Угруточный фитиш. Значит, функция F ну вот на таких вот углах вещественного типа она романично в омега кроме вот этих трех точек и с ней там что-то происходит на границе, что я пока думать не хочу. Хочу я подумать теперь вот как. мне бы интересно было узнать чему у нее равно значение в точке A. Почему? Потому что как только я узнаю чему равно значение в точке A я сразу узнаю что написано вот здесь. кроме от C и E где у нее где она имеет написанную лоплость C. нас интересует значение в точке A. так вот я хочу сказать, что можно написать такое тоже, давайте ну не тоже можно угадать не угадать не знаю доказать даже первое слагаемое в ответе значит я хочу утвердить что первое слагаемое в ответе это у меня одна четверть на лопосян в точке C плюс одна четверть на лопосян в точке E плюс если угодно ноль на лопосян в точке A плюс меньше слагаемое ну там у большой от чего-нибудь я не знаю плюс у бывающей слагаемой забудем порядка краничные условия они непривязаны но не будем интересоваться значит тогда у нас есть функция у которой есть три особенности ну как решают пусть краничная задача была что-то типа условий деревья как решают такую задачу ну нужно вычесть функцию глина во всей плоскости то есть функцию которая гармонична вообще во всей плоскости кроме скажем точки C а в точке C имеет единичный лопосян вычесть ее вот с таким коэффициентом тогда разность будет гармонична всю ну а граничные условия нам что-то дадут так вот я хочу сказать что вот эта вот одна четверть это и есть значение функции глина во всей плоскости с нагрузкой в C ну просто потому что A это ближайший сосед если я ее отнормирую так что в точке нагрузки она 0 то во всех ближайших соседях она будет 1 четверть по 7 значит то есть тут как бы тезис за этим утверждением такой функция глина во всей плоскости для оператора лопласа она устроена так у нее здесь значение 0 0 а дальше уж что получилось то получилось поэтому ну наверное мне не очень нравится как я это объясняю поэтому если вам непонятно то это нормально значит еще раз бывает конкретная функция the function которая гармонично во всей плоскости кроме одной точки имеет такие локальные значения если что-нибудь еще попросить она единственная с точностью до прибавления константы ну вот я константу зафиксировал так что она здесь 0 если если из того что у нас есть из f вычесть три такие функции отвечающие трем этим нагрузкам получится штука гармоническая гармоничная повсюду если я сейчас нет так описать нельзя если я вычту из f то у меня получится объект который совсем гармоничной в области ну право говоря не имеет никакой символярности и поэтому я надеюсь что ну я так думаю про себя что он бывает лучше что он при изучении решетки ведет себя лучше чем вот эти взрывающиеся слога а то что здесь написано это просто написано значение вот такой разности в точке а потому что эти штуки означают а эта штука 0 потому что я так выбрал это тимон это тимон на мой ресурс ну и конечно я совершенно запихал под ковер то что здесь явно используется что общая нагрузка нулевая что вот это это сумма двух предыдущих вот то есть что на самом деле все это рассуждение она невероятно относится надительной организации ну как и должно быть вот меньшее слагаемое вот это вот вещь это как бы решение вот так в ручках бесквертной задачи без символя ну а теперь если напрячься и подставить то скорее всего получится как раз это число корень из двух ну в общем корень из двух пополам но в общем не так важно сейчас нет получится не корень из двух пополам ну что-то получится не осталось это подгонять поэтому наверное получится то что нужно получится 1 четверть на единицу минус минус корень из двух минус в качестве может быть я так перекупал но в общем оно получится в качестве значения хвостя в качестве значения минус вот непонятно что происходит непонятно ну то есть как бы то что должно получиться если все знаки правильные это то что должно получиться то есть напишу а дальше буду говорить нам нужно получить что f- это 2 минус корень из двух на 4 когда вы складываете получается единичка когда вы вычитаете получается корень из двух попала это вот как бы то что должно произойти в главном слагаемом ну и здесь я как-то подогнал более-менее под то что нужно знаки может быть еще потеряны где-то на самом деле ну неважно это ничему не мучает да вот эти конкретные числа то что единственное нужно осознавать это то что это просто локальное рассмотрение около дефекта да мы знаем какие накроны углы как насколько не сходятся все эти дискретные уравнения а если мы это знаем то тогда мы можем думать так что вот ну как всегда думают с неоднородными задачами да что если у нас функция не точно гармоническая гармоническая кроме трех точек то давайте вычтем канонические особенности вычтем вот эти цикли и оставлюсь объект будет хорошим вот хорошо теперь я попробую чуть-чуть чуть-чуть пойти дальше и попытаться подумать что происходит с этими штуками при измельчении решетки что некая некая философия что происходит при измельчении решетки дальше интерьер должна быть есте с 海 зам NA нет все Ну вот давайте думать в терминах, скажем, вот этой компоненты f, которая чисто вещественная, потому что гармонические функции, с ними как-то попроще, чем условиями определить. Если у меня f определена так, как она определена, то тогда вот эти, ну то есть без всякой нормализации по дельта, то тогда все вот эти вот вещи имеют какие-то конкретные значения тоже без всякой нормализации по дельта. То есть вот с лапластианом, который понимается тупо как сумма четырех значений минус четвероядное значение в центре. Поэтому я хочу сказать, что при нормализации, которая у нас есть, при нормализации без дельта, цемь конкретного лапластиана без дельта, да? То есть это означает, что каким бы ни был шаг решетки, я думаю, про этот объект, вот как он написан. Что должно происходить, скажем, с функцией глина, там, ну, не знаю, любой, я даже могу стараться рисовать, вот у меня есть, у меня есть мелкая нюняка решетка, вот здесь вот была точка A, вот здесь где-то была точка Z. Я хочу сказать, что функция глина. Напишу здесь тоже дельта, потому что мне теперь важно, что как перекустофируется. Ну, она так, по идее, должна бы сходиться к чему? Если бы я ее поделил на дельта в квадрате, ну, сходиться это плохо, плохо, если бы я ее поделил на дельта в квадрате, у меня бы получилось, что сейчас, чтобы что, насколько я бы не было поделить. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот в этом лапласиане правильно было делить на какую-то степень дельта. На какую-то, ну, чтобы у меня получался, как бы, аналог неприарменной штуки. Вот. На какую степень дельта, я сейчас не могу разобраться, у меня в голове получается очень много связей. У меня тут одна секунда на размышление. Значит, что? Сейчас, и не а, азин а. А плюс к а. А. А, ну да. Здесь-то ни на что не нужно ответить. Ох. Отключен. Вот, 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 вот. Так. Сейчас объясню. Как надо думать? Значит, нас, что важно? Важно, что нас интересуют не сами функции грима. Давайте я не буду писать, что происходит с ними самими, а нас, на самом деле, интересуют их разности. Ну, вот, какие-то объекты, типы их разности, да? И тут сумма коэффициентов, она равна нулю. То есть это одна разность и другая разность. Ну, грубо говоря, нас интересует объект такого типа. Это можно взять в скобки, потому что я буду, я буду объяснять подробно. Как устроена функция грима? Функция грима непрерывная, она просто логовифм z минус с. На дискретном уровне, ну, там есть вопрос, как именно мы ее выбираем. Вот я про это раскидался сегодня на первой паре. Ну, для тех, кто там был, я могу честно написать, что здесь было еще делить на дельта, чтобы это было расстояние в терминных шагах решетки. И какая-то универсальная константа. Но, на самом деле, когда мы думаем про разность, все равно все это сократится. К черту. Значит, все эти нормализации, га-лифм дельта сократится и га-0 сократится. Значит, поэтому можно просто сказать, что вот эта вот функция грима, она примерно равна логовифм z минус с. Значит, что она, на самом деле, уже правильно нормализована. Можно просто думать, что вот она сойдется к этой шаге. Но нас интересует разность. А разность, она как устроена? Точки c и a, они близки друг к другу. А не на расстоянии порядка дельта. То есть, нас на самом деле интересует производная логарифма по вот этой вот шаге. Ну, по своему аргументу. И я хочу сказать, что вот эта вот разность, она имеет порядок дельта на расстоянии до ци полюса. Где вот эта вот дельта, это просто расстояние, это отличие от ци и а. Точки ци и а слепаются. То есть, на самом деле, то, с чем мы работаем, это не сама функция грима, это ее градиент. А градиент ее, ну, и градиент такой не одномерный, да? Просто разные значения в очень близких точках. Но она имеет порядок дельта на запрямую саду. То, что я хочу сказать. Значит, таким образом, то, что мы платим... Значит, теперь я вот сюда дорисую область. Вспомню, что у меня где-то была область. Таким образом, то, как мы здесь подправляем нашу функцию, в терминах граничных значений, это величины порядка дельта на расстояние на границе. Поэтому я и хочу сказать... Я вот здесь вот и хочу утвердить, что оставшиеся это меньшие слагаемые. По-прежнему не доказательство рукомахания, да? Ну, что это означает? Что у нас была какая-то граничная задача. Мы там как-то в ней участвовали гармонические функции. И мы граничные значения изменили на что-то порядка дельта. Ну, вот я утверждаю, что все, что было внутри, оно тоже изменилось на порядок дельта. Вот это, как бы, можно совершить. Итого, вот это я скираю. Такая мораль здесь есть. Значит, такая простая мораль. Ну, в смысле, будет еще более сложная мораль. Она состоит в следующем, что вот при этой подправке мы меняем граничные значения f на употребление дельта. ну, и философски это должно означать, что значения внутри тоже меняются на что-то порядка. Ну, я не знаю, плохо сказать. Плохо говоря. Ну, как бы, значение того, что получилось, что уже гармонично всюду, они, по идее, тоже должны быть в порядке. f от дельта. Значит, результат. Внутри тоже. Это вот я пытался объяснить, почему вот здесь вот меньшие слагаемые, да? Значит, эта мораль, она относится вот вот сюда. еще раз. Я затолкал под ковер какая там на самом деле кривая задача. Потому что и так ну, вот всякие дискретные вычисления и так утоните, да? Это важно, какая там кривая задача, но пока я не хочу об этом думать, собственно. Никак. Я думаю, что она, грубо говоря, однородная. Ну, пусть там вообще была задача директр. Это сильное украшение, вот однородная задача директр. А была какая-то другая однородная задача. Ну, не важно. Значит, теперь я говорю, что у меня функция была гармонична не всюду, поэтому я ее подправил. Тем самым я добавил вместо того, чтобы иметь нетривиальный лопастиан внутри, я теперь имею нетривиальные краевые условия. То есть у меня лопастиан тривиализовался, она гармонична, но у меня нетривиальные краевые условия. И теперь я говорю, что если так чуть-чуть подумать о том, насколько изменились вот эти вот краевые условия, то окажется, что они изменились над это, просто потому, что это вопрос о крадиенте функции гриб. Ну, и теперь я делаю вывод, что у меня вот эта вот разность, она решает какую-то неоднородную задачу, это гармоническая функция, которая решает какую-то неоднородную задачу на границе, где неоднородность порядка дельта. Ну, а тогда она должна быть порядка у большой, а дельта всюду вообще, внутри, в том числе, и в точке. Внутри, в том числе, в точке. Вот. Теперь удалось ли мне хотя бы немножко объяснить вот эту вот и идеологию, почему там дальше меньше и слога. Или не очень. Или это совсем как бы гиблиниководит получилась. Не очень. Не очень. Хорошо. Давайте поступим так. Я сейчас попробую ещё, ну, как-то помахать руками, что происходит дальше. Ну, то есть, что-то у нас была уже вся схема рассуждения, да? А в следующий раз, уже зная, что вот есть такой дефект, ну, то есть, зная какую-то часть, какую-то часть того, что произошло сегодня, я постараюсь это сделать аккуратно. Просто я постараюсь аккуратно написать, что это за задача, и что в ней происходит. Пока я хочу немножко помахать руками ещё. Значит, и сказать так, вот это я всё писаю. что-то Я не знаю, что это. Добро пожаловать на наш канал! Ну вот, я хочу говорить так. У меня была функция f. Я про неё знал, что на дискретном уровне, я про неё знал, что на границе у неё фиксирована боли. Я, нечтоже сумняшися, буду считать, что как-то в таком условии можно перекопить. Что ещё я не знал? Ещё я не знал, что около точки А, она, по крайней мере, в главном слагаемом ведёт себя как вот такая комбинация функции Грина. Значит, функция Грина — это логарифм. На самом деле, нужно брать его градиент, потому что это разность двух логарифмов в двух соседних точках. Поэтому я хочу сказать, что около точки А, ну где около, нужно понимать так, что в терминах шагов решётки это по-прежнему далеко от А. А в терминах ефлидового расстояния это близко от А. Ну что это такие какие-то промежуточные точки, которые находятся там на расстоянии тысячи шагов решётки, но поскольку дельта мало, они приезжают к точке А. Вот. На самом деле, около точки А у неё поведение как дельта на какую-то абсолютную постоянную, которая происходит там из дискретных рассмотрений, там какие-то комбинации с двух лезут, ещё там что-то, на z-1. Дельтый на какую-то абсолютную постоянную, не знаю, цель 0, делить на z-a. Почему на z-a? Потому что вот здесь я говорил про гармоническую компоненту, да, про вещественную часть. А вообще-то это аналитическая функция. Значит, это аналитическая функция, которая должна иметь особенность вот такого порядка. Их никаких других не бывает. Это только единицы на z-a. Коэффициент. Ну, коэффициент какой получится. Это истекает, я говорю, что из того, что нам нужно рассматривать какие-то кондиенты и что-то считать. Вот. Дельта, потому что... Это вот то же самое дельта. Потому что это разность двух таких дискретных функций. Вот. Значит, цена и вообще ни от чего не зависит. А то, чем мы интересуемся, если мы отмотаем всё назад... Мы интересуемся следующим слагаемым в точке a. Значит, я должен вычесть всю реальность и повторить точку a. Вот я хочу сказать, что на самом деле у нас есть вот такая задача. Ещё раз, что отвечает за что? Вот эти вот дефекты гармоничности, они породили вот такого типа сингулярности здесь. То, что мы ищем, это просто значение вот этой вот разности. Это то, что осталось. Вот оно. Граничное условие, но вот оно какое было, такое было. Ну, я хочу сказать, что давайте чуть-чуть подправим жёлтым нолком. Напишем здесь дельта минус один. А здесь дельта зачеркиваем. Тогда это будет такая задача, которая... Ну, для которой уже можно надеяться, что она выдерживает предельный переход. Да, потому что мы теперь зафиксировали тип сингулярности, который не зависит от дельта. Вот. Ну, и вот эти вот функции... А вот здесь напишем... И вот эти вот функции уже вполне возможно почему-то скупятся. Вот я хочу написать предельную краевую задачу. А в следующий раз постараться... То есть я надеялся сегодня как-то объяснить общую философию, но... Может мне это хотя бы частично удалось. А в следующий раз постараться всё это дело прояснить. Значит, итого на самом деле... Вот такая-такая предельная задача. Что вот нам дали область. Дали точку внутри. Никакой решётки... Вот здесь была решётка. Измельчающаяся здесь никакой решётки уже нет. И вот нам сказали, что на кранице у функции такой аргумент... В точке А у неё вот такая вот особенность... С какими-то совершенно конкретным ценой. И то, что нам нужно, это вот следующий коэффициент здесь. Вот здесь в принципе неизвестно что, а здесь есть... И вот мы интересуемся вот этим вот непонятным... Упражнение. Доказать, что такая краевая задача имеет единственное решение. Ну, то, что имеет... Ну, имеет... Тоже вообще-то нехидно проверяется. Вот. Ну, как бы единственность... Вот осознать единственность. Единственность, ну, она, как всегда, совсем не остается. Это два решения, ну, увеличить симулярность. А дальше каким-то образом объяснить, что... Если симулярности нет вовсе, то функция обязана быть одна нулю. Что одноравнивать задачи, не только три реальные решения. Ну, что нужно делать? Я уже как-то говорил, нужно там регулировать f в квадрате и... И понимать, что это... Что теперь творится. Вот. Значит... Что... Вот давайте я скажу тебе... Пытаюсь произнести какие-то немножко другие слова, да? В точке А... Ну, поскольку мы как-то верим, что краевые условия хотя бы удержатся, аналитичность тоже удержатся, да? Значит, единственный шанс, когда вытекает из этого упражнения, что одноравнивая задача имеет только три реальные решения, наш единственный шанс, это то, что в точке А возникает какая-то симулярность. Эта симулярность, ну, какая? Она может быть там полюсом, или может быть даже существенной особенностью, но не важно. Особенность в одной точке. Теперь, то, что говорит это упражнение, оно говорит, что если это простой полюс, то решение по существу единственное. Поэтому нам бы нужен какой-то аргумент, который говорит, что особенность не может быть хуже, чем простой полюс. Что эта функция не может взрываться быстрее, чем единица на Z-A, когда вы приближаете к Z-A. Этот аргумент, ну, вот, например, его можно извлечь отсюда. Что она не может взорваться быстрее, потому что что бы там ни происходило, как бы мы ни парактались с нашими вычислениями, мы не можем получить ничего хуже, чем градиент функции Грина. А градиент функции Грина, ну, вот он только дает только единица на Z. Вот это, как бы, как бы некая философия, которая говорит, что если мы вообще надеемся, что есть какая-то предельная теорема, то в каком-то смысле у нас очень жесткая конструкция, нам просто некуда деваться. Вот если это вообще хоть как-то может получиться, то только так. Потому что нельзя придумать никакую другую сценарий. На дискретном уровне функции все равно там аналитичные или грамматичные, всюду, кроме нескольких точек. Это результат дефекта, связанного с источником. Вот. Если мы хотим, чтобы был предел, то тогда может быть только так. Вот это некий такой, некий такой аромат. Вот. Ну, про существование нужно думать в терминах униформизации, то есть нужно нужно думать, нужно построить явно такую функцию для круга и центра, например. Это простое упражнение. А потом понять, что с ним происходит при коформных пересадках. Это тоже безумно сложно, ну, вот это два таких лучших про существования. Так. Итого. Значит, вот онлайн примерно такой. У нас есть функция в дискретном мире, которая головной. информация, которая нам нужна, это информация около дискретной особенности, чтобы это не значило. Мы хотим перейти к пределу в такой кроевой задачи. Для этого на самом деле вот один из самых простых способов это вычесть эту особенность и получить неоднородную задачу. Соответственно, мы могли бы переходить к пределу, скажем, доказывать, что вот эта разность, тоже поделенная на дельта, сходится к разнице в первую букву. Потому что это уже отличные функции. Вот. Ну, а потом, соответственно, то, что нам нужно, это вот эти вот коэффициенты. И этого нам достаточно, потому что локальные значения вот этой вот добавки мы полностью контролируем. Это в эти одни четверти, если не подничим. Они дают главное слагаемое, на полости известно. А при оставшиеся мы надеемся, что это вот этот знак прохорщика. Вот эти соответствуют вот этому, а то, что нам на самом деле интересно, соответствует вот этому. Вот такая картина. Ну и вот в следующий раз я ее попробую сделать как-то еще более понятно. Я не знаю, сегодня я ее старался накасать. В следующий раз я ее буду пытаться сделать как-то более доказанно. все. Значит, локальный план такой, будет 17-е и 24-е, 1-го и 8-го мая ничего не будет, потому что все что-то делают 1-го и 8-го мая, а потом снова что-то будет. Да. Ну ладно, спасибо всем, кто еще живет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексеем Киканином! Субтитры Алексеем Круг Вы не знаете cuánt記орум то что пишется, оно с какой задержкой появляется? Не знаю. Нед Receba Субтитры Алексеевич работает Субтитры Алексея Эксуэр Да, да, да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...